Ну давайте начнем. Итак, речь пойдет о моделировании работы мозга для создания сильного искусственного интеллекта. Я напомню, что я весной рассказывал про то, что сейчас началась и идет во всю революцию глубокого обучения, и уже очень множество практических задач решены на уровне человека или даже лучшего уровня человека. Буквально на днях появилось сообщение, что искусственный интеллект обыграл лучших игроков в ДОПА-2, то есть это уже вот такие игры с неполной информацией, экшен. И я говорил, что глубокое обучение во многом заинствовало свои принципы из работы мозга. Но, соответственно, поскольку мы теперь имеем, очень много людей работают с такими сетями, накопили некоторый опыт, то, соответственно, мы можем вот этот опыт как бы перенести для понимания того, что происходит в мозгу. В частности, вот сети с большим количеством слоев, они нам помогают понять, как формируются образы высокого уровня в мозгу. То есть это то, что вот вчера мы говорили, это бессознательные процессы. Осознательные процессы, которые обязательно подразумевают обратные связи, они моделируются, ну, частично моделируются сетями, вот, рекуррентными сетями, которые тоже сейчас очень популярны и которые используются широко. Но этого мало. Значит, я говорил, что задача, следующая, крупный вызов для теории искусственного интеллекта, это построение сильного искусственного интеллекта, то есть искусственной психики или операционной системы роботов. Она отличается тем, что не ограничивается решением каких-то конкретных задач, а создается полноценная психика, которая может развиваться, с которой можно взаимодействовать. И здесь пока успехи практически невелики. Соответственно, мы можем учиться и хотим учиться и черпать идеи из строения мозга для того, чтобы построить вот этот искусственный интеллект. И поэтому у нас, как у отрасли, у отрасли искусственного интеллекта, должен быть свой взгляд на мозг, своя исследовательская программа, которая сильно отличается от существующих исследовательских программ. Дело в том, что сейчас мозг исследуется во многом в интересах фармакологических компаний, для того, чтобы найти лекарства от нейродегенеративных заболеваний, таблетки от старости. И, соответственно, исследования ведутся на уровне химии, на уровне биохимии, на уровне понимания работы рецепторов, нейротрансмиттеров и так далее. А мы хотим взглянуть, хотели бы взглянуть на мозг совершенно с других позиций. А именно, наша исследовательская программа должна быть другой. Мы должны понять архитектуру мозга, то есть должны понять принципы работы и взаимодействия основных крупных подсистем мозга и использовать это понимание как ключ к созданию вот этого сильного искусственного интеллекта, который позволит нам создать вот эту операционную систему роботов, операционную систему нового поколения. Вот что такое архитектура мозга? Это понимание того, как устроено крупноблочно, как мозг решает свои задачи, достигает своих целей, ну, принципиальная схема. То есть, какие существуют крупные подсистемы в мозгу, какие задачи они выполняют и как они учатся. Поскольку речь идет о машинном обучении, мы знаем, что машинное обучение, то есть в основе интеллекта лежит обучение. Вот эта картинка очень хорошая, давайте ее посмотрим повнимательнее. Фактически здесь вот дана та самая принципиальная схема работы мозга, которую мы потом более подробно рассмотрим в этой лекции. Значит, что тут нарисовано? Значит, нарисован неокортекс, церебральный кортекс, и указано, что он обучается, то есть его алгоритм обучения, так называемый unsupervised learning, то есть обучение без учителя. Это такой тип обучения, когда вам не говорят ответ, но вы находитесь в закономерности в данных самостоятельно. Например, наблюдая за людьми, вы легко можете понять, что есть вот две группы людей, мальчики и девочки. По разным признакам они вот так вот группируются в эти классы. Вот это вот типичный пример обучения без учителя. И именно таким образом обучается кора. Поподробнее я расскажу дальше. Дальше очень важно, под корой лежит древний мозг, церебральные ядра или базальные ганглии. И там происходит обучение уже с подкреплением. Именно там происходит дрессировка мозга. Подкрепление идет вот отсюда, из ствола мозга, из очень древних структур, где собирается вся информация об организме, и формируется представление о том, организму хорошо или плохо. И, наконец, есть еще мозжечок, где обучение идет по принципу так называемого супервайс-лёрнинг. Это обучение с учителем. Учителем здесь выступает кора. И это обучение, когда вам на каждый вход известен, какой должен быть выход, и вы подгоняете параметры сети так, чтобы каждому входу соответствовал нужный выход. И вот эти подсистемы связаны между собой двумя глобальными системами обратных связей. Это система кора, базальные ганглии, таламус-кора и кора, мозжечок, таламус-кора. Таламус выступает как самый центр, такой коммуникационный центр мозга, через который перераспределяются все сигналы между различными отделами мозга. Ну, а вот это вот ствол мозга, это самая древняя, рыбий такой часть мозга, где фактически она формируется генетически. Все обучение идет в этих более свежих слоях. Итак, какие же задачи решает мозг, чтобы понять, как решаются эти задачи, надо понять, какие это задачи. Ну, поскольку мозг — это средство выживания, то решаются фактически две задачи, но они решаются всегда комплексно, то есть они решаются фактически одновременно. То есть у всех позвоночных есть единая топология нервной системы, так называемая дорсальная часть спины. Со спины — это идет вверх, собирается информация, а потом в мозге она отражается и идет вниз вентральным каналом, то есть со стороны живота. И в мозгу то же самое у всех позвоночных. Задняя часть мозга решает первую задачу, что происходит, а передняя часть мозга решает вторую задачу. Естественно, они между собой активно взаимодействуют, как я уже рассказывал в прошлый раз. Значит, для продвинутых решаются те же задачи, то есть для нас с вами в том числе, но просто появилась кора у млекопитающих, и в этой коре собираются модели мира и стратегии поведения все более и более сложные. То есть она по размеру растет, растет, растет. Из кусочка мозга, который занимался половым обонянием, так называемый вомернозальный орган, он разросся у нас и превратился вот в такую гигантскую кору. И здесь накапливаются все знания. Когда мы рождаемся, она пустая, и потихонечку она заполняется знанием. Таким образом, если говорить об археологии мозга, то можно выделить два таких важных для нас этажа. Это новая кора, это изобретение млекопитающих, которое позволило нам выйти в люди, где есть память основная, интеллект, в том смысле, что тут модели именно поведения и мира. И важный для нас более древний мозг. Это, в частности, базальные ганглии. Это изобретение рептилий, которое позволило им в течение сотен миллионов лет, динозаврам, править миром. Это базальные ганглии, которые определяют волю и вообще стратегии, и целенаправленное поведение. Таким образом, сегодня мы рассмотрим работу таких действующих лист. Неокортекс, базальные ганглии, мозжечок и таламус как связующее звено. Здесь они даны в своем трехмерном нормальном виде, как они выглядят по-настоящему, а я буду строить их комиксы, схемы того, как они работают, очень примитивные. Давайте начнем с неокортекса. Итак, новая кора. В чем ключ к тому, что мы можем понять работу мозга? В том, что кора относительно проста. То есть она везде устроена одинаково. Она большая, она сморщена и так далее. Но принципиально строение коры везде одинаково, и каждый кусочек коры устроен примерно одинаково. А значит, они решают одну и ту же задачу. И значит, у нас есть всего лишь один алгоритм. Если мы поймем, как работает любой кусочек коры, то мы поймем, как работает вся кора. И это сильно упрощает нам задачу. А это 4 пятых нашего мозга. Итак, как работает кора? Давайте посмотрим кусочек коры размером нескольких миллиметров. Тогда мы увидим, что есть самые типичные, как я вчера говорил, клетки коры. Это клетки, пирамидальные клетки, которые передают возбуждение. То есть они возбуждающие. И у них есть два характерных масштаба. Первый характерный масштаб — это разброс дендритного дерева. То есть откуда они собирают информацию, это где-то 300 микрон порядка. И это и есть разрешающая способность мозга. То есть характерный элемент, который загорается, вот загорается такая колонка, когда возбуждается, и она видит что-то, на что она натренирована, то ее размер вот такой вот. Таким образом, вот наш мозг содержит несколько миллионов вот таких вот первичных детекторов. Вот этот вот детектор какого-то признака. Какого? Это решается в зависимости от того, с какой информацией работает, в какой части мозга работает. Но работает одинаково. И есть еще второй характерный размер — это размах аксонов. Он побольше. И это латеральное взаимодействие ячеек друг с другом. Оно приводит вот к чему. Вот очень хорошая фактически модель коры, самую примитивную, можно отнести к работам Коханина 1982 года, который придумал саморганизующиеся карты. Они широко используются там на практике, но они как раз ухватывают самую суть того, как устроена кора. Вот есть кусочек коры, вот эта вот 0,3 миллиметра колонка, и она смотрит куда-то на другие области мозга. Это самая типичная ситуация, когда одна часть мозга смотрит на другие части мозга. Потому что мозг наружу смотрит очень небольшой своей частью, ну вот через глаза там. А в основном он смотрит сам на себя и перерабатывает полученную информацию. И вот есть какой-то сигнал, он приходит сюда, возникает какая-то из ячеек, оказывается наиболее, то есть вот этот сигнал оказывается наиболее близким к какой-то из ячеек. Она его распознает, то есть возбуждается. И в этот момент, когда вот один нейрончик горит, и другой нейрончик горит, связь между ними усиливается. Вот это вот хэбовское обучение, так называемое, предложенное хэбом еще в 49-м году, очень простой принцип обучения, но он оказывается такой фундаментальный, что, в общем-то, это и есть основной принцип обучения в коре. Его еще там называют fire together, wire together, то есть вместе сработал, вместе срос все. Фактически это идет запоминание корреляций, то есть мозг, это, кара — это большущая-большущая машинка для запоминания корреляций, 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 корреляций и так далее, многоуровневых. И идет распознавание. И вот если ячейка загорелась, то она активно давит всех вокруг, благодаря вот этому взаимодействию латеральному. То есть всегда у вас оказывается, что есть какая-то область, и на ней горит только одна ячейка. И это и есть момент распознавания. В мозгу, то есть всегда там, ну это примерно там одна там тридцатая, то есть в мозгу примерно больше трех процентов нейронов одновременно работать не могут. На самом деле гораздо меньше работает, потому что ячейка загорается не вся, а загорается только часть нейрончиков. Вот в этом детекторе базовом в ячейке размером 0,3 миллиметра, то есть ее площадь 1,1 квадратного миллиметра, там 10 тысяч нейронов. И не все они одновременно загораются. Они загораются там по очереди, чтобы она могла гореть долго, потому что каждый нейрончик горит не так долго, как я вчера рассказывал. Ну вот, собственно, принципиальная схема, как происходит распознавание. Да, и Коханин показал, что если вот подавать вот любые сигналы вот на такую, на такую вот двумерную поверхность с таким алгоритмом обучения, то постепенно, а сначала она ничему не обучена, то постепенно она начинает распознавать самые главные признаки, которые есть вот в поступающих сигналах. Какие бы они ни были, она их распознает. И наиболее типичные типы сигналов, то есть она как бы все поле сигналов, она разбивает на наиболее типичные представители, и, соответственно, каждая из таких колонок, она становится детектором какого-то наиболее типичного вида сигналов. Причем второе еще свойство этих карт Кохойна в том, что близкие сигналы располагаются близко на коре, поэтому они называются еще топологические карты Кохойна. То есть близкие сигналы, у которых совпадает там, скажем, несколько там, ну, чем больше входов у них совпадает, тем они ближе. Поэтому, скажем, там мелодии, да, когда, вот это один сигнал, а это вот будет там другой сигнал. Соответственно, близкие, значит, аккорды, они тоже будут распознаваться там близкими участками. Вот пример такой обученной карты Кохойна. это модель первичной зрительной коры. Первичная зрительная кора, вот тут она, вот эта самая светленькая зона V1, она, часть ее видна, а часть ее спрятана там, в щели между полушариями. Ее поверхность, это где-то 3% от площади коры, то есть это где-то там, ну, там 70 квадратных сантиметров, там 7 на 10, ну, такая вот пластиночка. И вот примерно туда приходит сигнал, в основном из фовия. Это вот, ну, где-то там 0,3 миллиметра пятно, где сосредоточены все наши в глазу, все наши колбочки, то есть где наибольшая плотность, наибольшая плотность светочувствительных клеток. Вот проходит через вот эту вот часть ЛЖН, это часть таламуса, связанная с передачей зрительной информации, и приходит вот в эту вот V1. Вот таким образом, это как бы микроскоп, да, то есть очень маленькая поверхность нашего там, значит, нашей сетчатки, размером 1,1 миллиметра, разворачиваются в 70 квадратных сантиметров, и каждая точка на сетчатке, она имеет представительство здесь, ну, примерно размером порядка миллиметра. И вот эта полная радуга, вот эта полная радуга, это одна точка в одном глазе. Две соседние радуги, это точка в одном глазе и в другом глазе, соответствующая, когда вот, значит, то есть бинокулярному зрению. Теперь, что означают эти цвета? Эти цвета означают, что каждый нейрончик здесь, ну, на самом деле, вот сейчас каждая колонка, да, то есть это 10 тысяч нейронов, каждый детектор на коре различает просто под каким наклоном падает тень на тот или иной участок глаза, ну, значит, вот это, сетчатки. То есть различает черточки на рисунках. Вот это, вот, скажем, там, он видит там горизонтальные. Вот участки, которые зажигаются, если на данный участок глаза падает черточка горизонтальная. Вот вертикальные. Ну, и видно, что вот тут радуги, это, значит, что как раз соседние углы расположены друг с другом. Эта картинка возникает после рождения, после рождения ребенка. До рождения, там нет, вернее, до рождения формируется очень грубая такая карта, где там вот эти вот, эти пятна, они очень большие, формируются в процессе сна. То есть когда спит зародыш, то у него по сетчатке бегают такие пятна возбуждения, они уже заранее тренируют, тренируют первичную кору, распознавать какие-то просто формы. А потом уже вот ребенок учится смотреть, и у него возникает вот такая кора. У каждого, естественно, она индивидуальная, вот, но принцип ее одинаковый. Вот другой пример, это вот, скажем, там, где-то там в другом месте может быть вот такая, это просто рисуночек из одной там моей статьи, где я вот исследовал семантическое возникновение семантики, как слова могут, вот, ну, это карта Кахонина, которая просто автоматически из текстов, значит, формирует категории, да, то есть вот тут вот, например, вот в этой ячеечке лежат слова, какие, ну, тут там 89 слов, из них там 6 первых, это такие, вышло, приехал, выезжает, уехал и так далее. Тут вот в другом месте сказал, отметил, почерпнул, тут вот всякие там идут столицы, тут вот имена, и так можно про каждую точку сказать. И это все как бы обучение без учителя, да, то есть никто не учил вот эту вот семантики, вот эту вот программу, а просто на вход был, значит, подали очень большое количество текста. Вот и все. Теперь еще одно важное свойство коры, что она устроена иерархически, да, то есть вот в принципе топологически, ну, то есть она из себя представляет, если мы разгладим ее в фактический мешок, вот, но когда мы видим здесь вот разные возбуждения, надо понимать, что если мы посмотрим, как они связаны друг с другом, то связь будет иерархическая. То есть вот из первичных каких-то там, значит, коры, потом зона V1, потом будет V2, там, V3, там и так далее. Ну, схемы я тоже приводил, то есть на каждом следующем уровне выделяются все более и более сложные признаки. Вплоть до того, что на верхних уровнях выделяются уже признаки, там, скажем, конкретного человека. Я знаю этого конкретного человека, когда я его вижу, у меня зажигается вот там конкретная, конкретная вот такая лампочка из 0,3 миллиметра. Это хорошо моделируется, там, вот, РБМ, это рестриктит больше машин. Значит, ну, я не буду, как бы, сейчас вводить. Просто вот я к тому, что вот такая иерархия, да, возникновение такой иерархии и обучения нейросетей, глубоких нейросетей все более сложным признаком, фактически возникла вот из работ Хинтона, в частности, который очень сильно напоминает то, что происходит реально в мозгу. То есть, в этом смысле мы неплохо, в общем-то, представляем основы того, как в мозгу могут формироваться образы и как все это происходит. Там такого ничего загадочного нет. Теперь давайте посмотрим крупноблочно на всю кору. Здесь вот я разделил вот это полосой, это вот такая роландовая борозда, то есть то, что разделяет заднюю, затылочную, ну, заднюю часть мозга сенсорную от передней части, от моторной. И вот нарисовал, как происходит формирование отклика у человек, ну, у млекопитающих. То есть, сначала формируются, распознаются признаки, потом предметы, потом эти предметы распознаются в характерные сценарии. Мы, например, знаем, как человек движется, куда он может пойти и что может делать. Где-то там вверху вырабатываются стратегии, как связать одно с другим, как наблюдаемое связать с ожидаемым и с желаемым. И формируются стратегии, они разворачиваются в планы действий, там это все потом распределяется по группам мышц, и в конце концов идут сигналы уже конкретно каждой мышцы, и мы двигаемся, мы живем. То есть вот такая петля происходит, и это все происходит в коре. Но вот дело в том, что если говорить про сенсорную часть, то там обучение без учителя вполне себе адекватно. Но вот про моторную часть такого сказать нельзя, потому что здесь в коре ассоциации, именно как бы этими ассоциациями коры надо управлять, надо, чтобы кто-то сказал коре, что такое хорошо, а что такое плохо. Ей это неизвестно. То есть нету понятия, мы же знаем, как работает каждый кусочек коры, это фактически ассоциативная память. В ассоциативной памяти нету понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо. Оно где-то по-другому должно формироваться, другим способом. Кто-то, то есть это фактически уже как работает обученная кора, но каким образом мы вырабатываем наши стратегии, кто помогает коре запомнить правильную область, правильные способы действия, значит, это непонятно. То есть это фактически ну понятно, это подкорковые структуры, но это источник лежит вне коры. Итак, должен кто-то, то есть как происходит обучение коры, то есть вот есть какое-то там понимание того, что происходит сейчас и дальше где-то есть вырабатывается понимание нужны кандидаты того, как мы будем действовать. И вот кто-то говорит, что нет, вот это вот действие, вот этот план действий в этой ситуации он, в общем-то, не очень хорош. А вот этот лучше, а вот этот ужасный. Ну тогда выбираем этот. И вот помните вот это вот Global Workspace, рабочая память, которая держит в уме разные варианты, перерабатывает их и выбирает лучше. Вот это тот механизм, который помогает коре в конце концов закрепиться и выучить правильное поведение. Ну вопрос, что это за механизм и как этот механизм работает. И вот здесь вот как раз возникает вот это первое первый канал связи с древним мозгом. Это есть вот положительная связь между корой и таламусом. Каждый кусочек коры связан с определенной точкой таламусы и наоборот. И кроме того, имеется более длинный путь, каждый кусочек коры связан с какими-то базальными ганглиями и через таламус это идет сигнал. Вот как работает вот эта вот обратная связь. Раз каждый кусочек, значит, это принципиальная вещь, это надо понять. Итак, рассмотрим сначала, как работает кора с таламусом. Кора с таламусом настолько тесно связана, она даже называется таламокортикальная система. Иногда даже вот там у коры там шесть слоев клеток, иногда даже там говорят, что таламус это седьмой слой коры. Значит, эта связь важна? Вот все сигналы из внешнего мира идут в кору через таламус. Ну, кроме запаха, который, ну, как я уже говорил, кора просто разрослась из кусочка, значит, из детектора запаха, поэтому запах идет непосредственно в кору. А остальные все зрение, слух и так далее и все идет через таламус. Вот через таламус идет сигнал, он зажигает какой-то там, он распознается в коре, зажигает какой-то там детектор и обратно посылается в то же место сигнал. И это есть усилительный контур, как говорят физики, то есть это контур, в котором возникают автоколебания, и такой контур способен долго поддерживать, это как нота звенит, долго-долго поддерживать свои, значит, ну, сам себя. Это характерная частота, это гамма-частота, вот, и благодаря этому мы, собственно, можем на чем-то сосредоточиться, да, мы можем сосредоточиться на какой-то мысли, гораздо, ну, что-то увидели, потом это что-то ушло, пропало, а мы еще об этом думаем, благодаря вот именно вот этим, вот этим вот автоколебаниям. Ну, кроме того, через таламус возникает, собственно, вот это вот эффект сознания, то, о чем я говорил, это связывание, синхронизация колебаний различных участков мозга через, значит, и формирование такого вот, собственно, понимания того, что происходит. То есть, это вот глобальная синхронизация мозга происходит с помощью, вот, через таламус, с помощью вот таких треугольников. Значит, ну, вот, пример, например, вот почему я вижу треугольник красным, да? Какая-то часть говорит, что здесь есть красное, какая-то часть говорит, что тут есть треугольное, вот они связались, стали синхронно колебаться, и я понимаю, что это не просто красное треугольное, а этот красный треугольник. У меня есть образ красного треугольника. Итак, вот эту часть мы рассмотрели, а теперь рассмотрим управление вот этим. То есть вот это внимание, а вниманием управляют базальные ганглии. Вот этот цикл очень важен. Фактически это и есть цикл, который управляет нашим поведением. Здесь сидит сознательное поведение. Давайте рассмотрим. Значит, вот базальные ганглии в крупном плане. Базальные ганглии — это тоже есть, это слоистая структура. И самый внешний слой, который смотрит как раз на кору, это стриатум. И тут формируются наши ценности, формируется грубая оценка ситуации. А дальше внизу есть такой бледный шар, называется полидус. Ну, он тоже слоистый, фактически там вырабатывается реакция на вот это поведение. И этот шар, вот смотрите, вот тут вот, вот тут вот таламус лежит. И базальные ганглии как бы обнимают этот таламус примерно как тормозные колодки обнимают колеса. И, собственно, так оно и есть. Базальные ганглии — это самая крупная тормозная система в мозге. Тут все нейроны, они тормозные, ну почти. Более того, как недавно выяснилось, даже те тормозные нейроны, которые имеются в мозгу, они мигрируют туда в процессе развития мозга тоже из базальных гангл. Все это такая, это громадные тормоза. А почему? Потому что вот это вот, это фактически там ассоциативная кара, это там гуляют ассоциации свободные, а ассоциации рождают ассоциации, это такой, в общем, хаос. И этому хаосу нужны тормоза, чтобы выделить из ассоциаций, правильные ассоциации, сосредоточиться на чем-то. И вот это вот и есть задача базальных ганглей. Наконец, вот очень важные кусочки — это области ствола, субстанция нигра, которые дают сигнал к обучению. То есть ствол, где организм знает, хорошо ему или плохо, он дает сигнал выбросом допамина. Допамин — это главный наш нейротразметр. Ну, там их несколько, конечно, но допамин — это основа обучения. Как это происходит? Вот смотрите, вот есть кора, здесь есть какие-то возбуждения. Вот это стриатум, вот это полидос, бледный шар, а он соединен с таламусом. И в норме этот полидос, и здесь, и здесь тормозные нейроны. И в норме он слегка возбужден и тормозит таламус. То есть таламус в норме заторможен. И поэтому любое, вот из коры идет сигнал в таламус, а из таламуса в кору не идет, и в коре все возбуждения затухают. То есть без санкции стриатума, без санкции базальных ганглей кора не может мыслить. Поэтому она на каждую мысль запрашивает разрешение. То есть она не просто пытается себя усилить, но запрашивает разрешение у стриатума. Если эта мысль правильная с точки зрения стриатума, с точки зрения древнего мозга, тогда он растормаживает тормоз, снимает тормоза. И эта мысль сама себя поддерживает. То есть работает таламокортикальная система. Это вот такая педаль, как у пианино, которая либо прижимает струны, либо их отпускает. Здесь я нарисовал схему. Это очень популярные нейросети рекуррентные, которые используются везде. Сейчас и в работе с языком. На них построена система искусственного машинного перевода Google. Но сейчас мы об этом забудем. Итак, базальные ганглии — это контроль поведения. Теперь вопрос, как они обучаются, какое поведение правильное. Как происходит обучение в базальных ганглях? Тут мы вспоминаем, что есть вот эта субстанция нигра. Это есть такой насос, который впрыскивает в стриатум допамин тогда, когда организму хорошо. Вот мы сейчас этот процесс и более подробно рассмотрим. Итак, как только возбуждается субстанция нигра в стволе головного мозга, идет сигнал в стриатум. И вот эти связи между этим поведением и стриатумом закрепляются. То есть стриатум запоминает, что такое поведение хорошо. Происходит это следующим образом. Вот идет вот эта вот субстанция нигра. из нее ведет и ведут пути вот в стриатум. Вот тут вот это вот такой вот конец вот этого вот пути зелененького. А здесь из коры идет, значит, сигнал из ситуации. И оценка ситуации усиливается, если идет сигнал из допаминового подкрепления. И в этот момент усиливается связь между корой и стриатумом. И в этот момент мы ощущаем радость. То есть эмоция радости, да, одна из самых сильных, она обеспечивается допамином, поэтому его называют гормоном радости. Это то, что мы испытываем там, эйфория, когда нам придет решение задач, например, там такие моменты. Или когда мы поймаем рыбу какую-нибудь. Значит, как это происходит? Значит, тут маленький кусочек математики буквально. Итак, вот из передней части коры, где вырабатывается какое-то действие А, из задней части коры, где оценивается какое-то состояние внешней С, идут связи. И вот в коре происходит возбуждение стриатуме. Это есть оценка того, насколько вот это поведение А адекватно в данной ситуации. И оказывается, что в стриатуме, я не буду вдаваться в дальнейшие анатомические подробности, но суть в том, что там существует две популяции клеток. И они противоположным образом реагируют на допамин. Одни усиливаются допамином, другие задормаживаются. Это часто вообще такая ситуация в мозгу, когда работает всегда пара. Например, у вас пара мышц контролирует, одни разгибаются, другие сгибаются. Это позволяет гораздо более точно управлять. В частности, из-за того, что только разница там важна для выработки поведения, то тем самым организм становится менее чувствительным к уровню допамина, к абсолютному уровню допамина. Так вот эти две популяции клеток, они по-разному возбуждают субстанцию нигра, но по-разному. Одна ее тормозит, другая ее возбуждает. Поэтому субстанция нигра реагирует на разницу. И можно показать математически, там вот в одной работе я показываю свое, что это как раз разница, это и есть ожидаемый реворд. Р — это ожидаемое подкрепление. Ожидаемая награда. А реальная награда идет из гипоталамуса. Это другой участок среднего мозга, где интегрируется вся информация о состоянии тела, и он сигналит, когда телу хорошо реально, а когда нет. И оказывается, что вот эта субстанция нигра, она реагирует как бы на три сигнала. То есть она реагирует и возбуждается тогда, когда у вас награда реальная превышает ожидаемое. То есть когда вы ждали, что будет так, а случилось лучше. И в этот момент у вас возникает выброс допамина. То есть мы учимся тогда, когда жизнь превосходит наши ожидания. И это и есть источник радости. Ну и опять же, там автоматически можно показать, что вот эти вот две популяции клеток, Q+, Q- — это оказывается верхняя и нижняя граница оценки интегрируемой радости. То есть радости, которые не в данный момент, а Q+, — это накопленная, можно сказать, радость. А Q- — это ожидаемая радость. Это интегральные характеристики. То есть вот это вот как раз и есть суть базальной ганглии, суть изобретения рептилий, что они реагируют не на мгновенное, то есть ценности, которые определяют поведение стриатум, он открывает тогда, когда Q+, и Q- достаточно велики, он разрешает коре думать и идти в этом направлении. Так вот, эти Q+, и Q- — они не мгновенные подкрепления, а интегральные. То есть вас заставляет, например, долго работать в школе трудно для того, чтобы в будущем вы смогли поступить в университет, у вас была интересная работа и так далее, и так далее. Вот этот интеграл, вот эти ценности, они накапливаются как раз в базальной гангах путем вот такого простого, фактически элементарного, опять же, алгоритма обучения. Вот в чем вся красота в теории машинного обучения, что алгоритмы машинного обучения, то есть они могут быть очень примитивные, а поведение, которое из них вытекает, оно может быть очень сложным. Фактически мы все наркоманы, мы все допоминные наркоманы, то есть так устроен мозг, что мы все время как бы пытаемся, значит, оцениваем все вокруг нас, ну все от любви до науки, через призму допамина, но только не через призму мгновенного допамина, а через призму отложенной радости. То есть мы считаем, что вот так мы получим больше радости, если будем поступать так. Значит, и почему, значит, поэтому мы любим сюрпризы, да, поэтому мы любопытны, поэтому мы любим играть в азартные игры, поэтому мы любим, потому что там выигрыш всегда неожиданный, и эта радость, она перекрывает, значит, те эмоционально блеклые моменты, когда вы не выигрываете. Вот, но вот эта вот наркомания наша внутренняя, да, врожденная, она позволяет нам планировать будущее и строить поведение, основанное на ценностях, а не на рефлексах. Итак, мы уже почти разобрались. Неокортекс, базальные ганглии, таламус. Да, вот как происходит, да. Вот кора предлагает разные варианты действий. Значит, в базальных ганглях возникает, значит, зажигаются соответствующие там оценки. Таламус, ну, базальные ганглии расторможивают определенные области таламуса, и какие-то из этих действий запрещаются. Возникают, может быть, другие варианты. Значит, возникает окончательное решение в базальных ганглях, и оно отправляется в кору на исполнение. Остается мозжечок. И вот второй круг. Для чего нужен второй вот этот контур управления в нашем мозгу? Он тоже всеобщий, он тоже дженерик, да, то есть, ну, устроен абсолютно так же, поэтому он для чего-то нужен таким фундаментальным образом. Ответ. Мужечок тоже очень просто устроен. Да, то есть, это тоже мятая салфетка, как, ну, только очень мятая салфетка, да. Вот. У человека он занимает 1,1 объема, но большая часть всех нейронов сосредоточена в мозжечке. То есть, это очень весомая часть. Ну, не только у человека. Вообще говоря, объем мозжечка пропорционален объему коры. Примерно вот это вот соотношение, оно для всех млекопитающих сохраняется. Чем больше у вас кора, тем больше разрастается и мозжечок. Это говорит о том, что они работают в паре. И это значит, что раз он очень однороден, то там тоже есть какой-то один алгоритм. И это алгоритм обучения правильному поведению с учителем, где учителем выступает уже кора с базальными ганглями. То есть, кора с базальными ганглями ищет ответ, а мозжечок его запоминает. Фактически, вот есть задачник, а есть решебник. Решебник — это... Я когда-то, когда был студентом, составлял решебник для задачника мифи. То есть, просто решение всех задач, ответы всех задач. Вот в мозжечке хранятся ответы. То есть, вместо того, что... Вы помните, я говорю, что сознательное мышление, оно долгое, да? Оно там полсекунды должно развиваться, пока вот эта волна возбуждения перейдет из одной части мозга в другую и пока возникнет когерентность между различными частями мозга. В каких-то ситуациях, а в общем-то в жизни, ну, в дикой жизни эти ситуации сплошь и рядом, время имеет значение. И вам нету времени разумным образом каждый раз находить решение, да? Вам проще записать это решение и реагировать. Ну, фактически это как... Получается, как приобретенный рефлекс. Вот здесь нарисован... Вот помните, в фильмах ковбои друг на друга смотрят и каждый ждет, пока соперник первым выхватит револьер. Почему? Потому что если соперник первым выхватывает, то есть он принимает это решение, у него дольше возникает это движение, потому что у него сознательно. А ответ на опасность у человека бессознательный. Он вырабатывается фактическим ножичком и быстрее. То есть пока человек, первый человек выхватывает пистолет, второй человек инстинктивно, ну, то есть приобретенным рефлексом, пользуясь приобретенным рефлексом, успевает его застрелить. Значит, как происходит обучение в мозжечке? Вот он, вот он мозжечок. Я нарисовал тут множество, множество, множество мелких-мелких клеток. Они так и есть. Тут вот основное количество клеток мозга в мозжечке — это гранулярные клетки, очень маленькие клетки. И в эти гранулярные клетки собирается вся-вся-вся сенсорная информация, которая может через так называемые вшистые волокна, Мосси и Фаберс. Их туда заходит очень много, 200 миллионов. 200 миллионов — это очень много, потому что, скажем, глаза смотрят, но из глаз идет примерно миллион волокон. То есть из каждого. Тут как бы в сто раз больше, в сто раз более внимательно мозг смотрит, мозжечок взаимодействует с мозгом, с корой, чем кора с внешним миром. И вот 60 миллиардов таких гранулярных клеток получают совершенно случайную комбинацию вот этих мшистых волокон. То есть фактически... Вы, не знаю, хэш, вы знакомы с таким понятием? Происходит хэширование информации в коре. То есть каждая клетка реагирует на какую-то комбинацию. То есть любой рисунок здесь переходит в рисунок здесь. Рисунок возбуждения. Дальше вот кора выработала решение, что делать. Идет на исполнение, а копия идет в мозжечок. И вот клетки Пуркинье, которые получают сигнал как надо и смотрят вот сюда, на вот эти гранулярные клетки. Причем каждая клетка Пуркинье это самая крупная клетка, наоборот, в мозгу. Она смотрит примерно на 150-200 тысяч клеток вот этих гранулярных. То есть она учитывает очень большое количество параметров. и она их запоминает просто, что вот в такой ситуации, которая грубо описывается вот этим, надо действовать так. И все. Соответственно, потом эта информация через мозжечок, через таламус идет в кору, как уже готовый ответ. То есть фактически мозжечок запоминает те ответы, которые... и потихонечку заменяют кору. То есть если вот когда вы спортсмены, например, вы обучаетесь какому-то там удару, ну в смысле, чем вы занимаетесь, каким-то приемом, то фактически вы переводите... Сначала работает кора с базальными ганглиями, вы находите нужную последовательность движений, потом вы ее постоянно-постоянно повторяя и загоняете в мозжечок. Таким образом, мозжечок, он отвечает за привычные действия. Таламус обеспечивает концентрацию внимания, управление вниманием и оценка ситуации принятия решений происходит в базальной ганглии. Но принятие решений в грубом смысле, потому что базальная ганглии все-таки гораздо меньше, чем кора, и поэтому как бы внутри нас сидит этот ящер, он все время принимает решения, но он принимает грубое решение, что ну примерно сюда, а уже тонкости вырабатывает кора. Поэтому нельзя сказать, что вот прямо вот в нас, значит, вот все, что мы делаем обеспечивается базальной ганглией, они дают направление, стратегию. Содержание нашего мышления лежит в коре, управление этим мышлением лежит в базальных ганглиях, ну и ответы на на известные, так как бы на усвоенные, хорошо усвоенные нами значит, алгоритмы, они переходят в, алгоритмы действия переходят в мозжечок. Ну, соответственно, наверное, мы как-то сможем использовать вот эти знания в построении искусственной психики. Возможно ли обучение наказания? Ну, да. Ну, наверное, учат, точно учат, там, крыс там, дают токов. Допаминов при этом нет? Нет, 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 нет. Я думаю, что допамин есть тогда, когда они находят нужное поведение и не получают удар токов. А, можно ли кибернетическим путем добавить себе какую-нибудь дополнительную часть мозга? с новой какой-то функцией, вот, как бы, ну, как бы, у нас есть кора, мужичок и так далее. А вот еще какую-нибудь дополнительную часть мозга, которая будет выполнять свою уникальную функцию? Ну, то есть, надо, как бы, видоизменить, залезть туда. То есть, наверное, можно. То есть, я думаю, что да, что мы, что мы будем дополнять. То есть, я думаю, что первыми там будут какие-нибудь там, это, Wi-Fi роутеры, там, связь с интернетом. я думаю, многие согласятся, значит, иметь его где-то в голове, чтобы иметь там мгновенный доступ там, к Википедии или к чатам, например. Сначала процесс обучения без учителя. Да. Что является, собственно, первое? Моментом структурирования того, что воспринимается? То есть, переход от чего-то такого, для того, чтобы учить, надо как-то структурировать, правильно? Для того, чтобы обучаться. как это, ну, вот этот вот момент перехода от континуума к дискретизации, к выделению каких-то структур. Собственно, это же... Обучение как раз и выявляет вот эти вот... Ну, обучение происходит тогда, когда в данных есть избыточность, да? Например, они явно разбиты на два или три или сколько-то N-классов. И тогда эти N-классы в процессе обучения без учителев выявляются автоматически. В этом используем его вопрос. Механизм, структурирование... А механизм... Вот я показывал, что очень простое правило ХЭБа, да? То есть, вот, правило адаптации весов в сети для того, чтобы вот, значит, моделировать вот эту вот там структуру данных, оно очень простое. фактически оно сводится к фиксации корреляций и запоминания их. То есть, выявление структуры — это и есть множественное поиск там некого многомерного пространства каких-то корреляций. То есть, это и есть переход от некого континуума к выявленным структурам. Дальше. Возникает проблема ценностей. Уже вот этих, ну, коль скоро она идет из коры, а не из, то вот этот переход от чисто выделенных структур к ценностей для дальнейшего процесса, вот его механизм, как происходит ну, ранжирование этих выделенных элементов, этих структур. Ну, понятно. То есть, речь идет о возникновении ценностной шкалы не на уровне рефлекции. Там-то все понятно. Хорошо, да, я понял вопрос. Значит, вот ценности возникают при обучении с подкреплением. Так, обучение с подкреплением в основном идет в базальных ганглях, частично в лобных долях. То есть, вот рядышком субстанция нигра есть еще область тоже допаминовая, которая вбрасывает допамин не в базальные ганглии, а в кору, ну, в лобные доли. И таким образом возникает дополнительное еще обучение в коре с подкреплением. То есть, в некотором смысле допамин еще добавляет чуть-чуть там ценности и в кору. Но в задней части, значит, в сенсорной, в распознавании, там, значит, такого не замечено, и там происходит формирование образов без как бы апелляции к ценностям. может быть, я не понял вопрос, может быть... Вы поняли вопрос, но здесь уже включается обучение с учителем. В этом смысле подкрепление это и есть включение учителя, так? Ну, это, как бы, учить... Ну, это вопрос терминологии. То есть, обычно называется обучение с учителем, когда есть ответ, а здесь вам ответ не говорят, но говорят горячо или холодно. Ну, да, горячо или холодно вам говорят, а как поступать, вам не говорят. Да, вот, ну, да. Нет, все правильно, но теперь вопрос о том, как поступать в этой ситуации. То есть, это как раз обусловлено тем, что есть распределение каких-то ценностей, так или иначе подкрепленных, чем так. Так вот, выбор этой системы, этой структуры, что важнее, что менее важно, что сильнее подчеркивается, что нет. Откуда это берется? Это берется вот, это происходит именно на уровне базальной ганглии, где выбирается в каждый момент наиболее адекватная, то есть, наиболее, то есть, шкала ценностей, ну, вот, стриатом возбуждается, и наиболее возбужденные области стриатома, да, они и через таламус возбуждают соответствующие участки коры и разрешают им думать в этом направлении. Выброс той системы, которая будет культурной ценности, которая будет проецировать в древнюю систему, это же достаточно произвольный. Да, это задача учителя, это задача учителя, который формирует среду, в которой все это обучают. То есть, другими словами, Коран начинает работать без учителя, но без учителя она не сможет сформировать, ну, А, все, 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 тут есть некая, я понял, есть некая путаница, то есть, вот есть обучение с учителем, без учителя, так сказать, технический термин, а есть учитель, как учитель с большой буквы, человек, который, собственно, и формирует вот у людей там процесс обучения правильный, и один может быть, ну, скажу, фашистским учителем, скажем так, который сформирует один процесс обучения, а другой... То есть это формирование того нитра, на который будет дозаминная система ориентироваться. Да. Понятно. Дрессировка. Ну, вот, как бы, можно дрессировать так, а можно выдрессировать так. То есть вот, кто дрессирует, тот и определяет, что получится. Хотел уточнить, у нас может возникать несколько сценариев в голове, не один, а несколько сценариев. Да, да. Это зрительный, да, контакт получается у нас? Это сценарий возникает откуда-то, то есть там, как я поняла, там возникает сценарий, потом будет анализ. Вот тут возникает несколько сценариев, которые не отбираются. Сценарий всегда возникает. Вот, кора всегда откликается на любую вещь множеством ассоциаций, потому что, ну, любое слово даже имеет множество ассоциаций. И кора всегда это отрабатывает. Это бессознательное, быстро идет волна ассоциаций, а от этой волны идет вторичная волна, третичная и так далее. То есть кора все время кипит какими-то там сумасбродными идеями, да, скажем так. Вот. Виртуальными, да. Которыми надо управлять. Сценарий иерархируют? Они все, да. Они иерархичные, да. Они потихонечку поднимаются, но и все равно, и наверху там тоже. могут как, типа, сдыхать, да, как ты говоришь, сходящий пола, могут как-то привозникать, да, да, да. Да, да, да. Ну, вот базальные ганглии, наступая на вот эти, на педали таламуса, они управляют вот этим звоном в голове. и, ну, вот так, да. А как все работают в вечерах? В вечерах? Да. Там просто нет коры, да, то есть там... Вот это вот кусочек мозга, он все-таки, да, как бы он и есть большой, но у крокодила мозг какого размера? Куриное яйцо. Ну, вот, собственно, вот это вот и есть базальные ганглии. То есть они, они и вырабатывают поведение, да, но просто не обязательно его потом пропускать через кору. То есть мы пропускаем решение, принимаем базальные ганглиями через кору. Каким образом? То есть они просто растормаживают кусочек коры, в которые идет дальше обработка информации гораздо более тонкая, потому что кора большая. Вот. А у ящеров, ну, в смысле, у ящеров, да, такого не происходит. Ну, у птиц, которые развились из ящеров, да, кора не возникла, но у них разбухли базальные ганглии. У них там появились ассоциативные области в базальных ганглиях, и у них мышление как бы топологически другое, не как у нас, но, в принципе, оно тоже может быть сложное, потому что вот этот вот, значит, появление ассоциативных полей в базальной ганглии играет аналог вот нашей коры. И многие, значит, птицы обладают, но достаточно развитым интеллектом. То есть я правильно понял, у них есть кора, но ее совсем... нет, у них коры нет. А где происходит ассоциатив? А у них, значит, базальные ганглии, это и есть там, ну, то есть, базальные ганглии происходят, там же происходит, да, связь. А вот у нас было сказано, что у нас при одновременном срабатывании нейронов, ну, там, вот этих воскликов, да, укрепляются связи между ними. То есть у нас есть механизм улучшения связи, но ведь должен быть какой-то интегроваться связи, если получается... Вот хороший, да, вопрос правильно, потому что каждое наращивание связи, это есть как бы увеличение фактически объема мозга. Вот, но вот рост мозга от ребенка к взрослому, он же все-таки происходит, у ребенка маленькая голова, а у взрослого большая. Но нейронов у ребенка больше, чем у взрослого, причем существенно больше. Вот, то есть нейроны только умирают. А за счет чего растет мозг? За счет именно связей. То есть вот у каждого нейрона разрастается дерево, оно разрастается и объем мозгового величества. Значит, есть гипотеза о том, что вот такое вот рассасывание ненужных связей происходит во сне. Ну, то есть пока это плохо изучено, да? Да. А, тогда вот смотрите, может, это такой механизм, механизм вот науэричных сетей специально на ослаблении связей, ведь можно реализовать в искусственных мерозных сетях. И, возможно, такое учение будет более продуктивным. Это делают. Я вот в дополнение к вашему вопросу, да, есть реально на самом деле часть коры называется островок. Она спрятана под, значит, вот есть вот у нас вот эта вот кора, значит, височная. Если ее приподнять, то там спрятана, значит, внутри часть коры, называется островок. И этот островок, он активно, фактически, это вот, это, он работает с эмоциями, значит, с положительными и отрицательными. То есть он классифицирует состояние, вот, которое идет из гипоталамуса и из ствола мозга и раскладывает его, так сказать, по полочкам, так же, как, скажем, зрительная кора раскладывает по полочкам то, что идет из глаз. То есть в этом смысле вот островок – это есть часть, наиболее тесно связанная с эмоциями. То есть это такая... Вот. Но, но когда у нас возникает какое-то эмоциональное переживание, то это всегда все-таки, значит, интегральное. То есть вы кого-то видите, соответственно, у вас есть зрительный образ, который горит, у вас в островке там зажигается соответствующий там эмоциональный окрас, там, ну и так далее. Из памяти извлекаются какие-то там образы. И все это, и все это, значит, интегрируется вот таким, входит в единую фазу, и в этот момент вы это ощущаете как единый образ. А можно еще немного дотомиться? Да, да, да. Вот, например, если взять какую-нибудь классическую музыку, там, типа, моцарта, то есть, это не важно. То есть, здесь идет прямое вот получение как бы удовольствия. Оно, оно какое-то на уровне частоты звуков, там, колебаний, то есть, какие-то приятные частоты для организма, там, эволюционно как-то так сложившиеся. Или все-таки есть что-то универсальное, необошленное нашим организмом? Ну, я не знаю, хочется верить, что есть что-то больше, что-то более великое, чем вот просто реакции какие-то вот. Есть хорошая книжка на эту тему, написанная Sweet Anticipation, написанная и музыкантом, и нейрофизиологом, который попытался разобраться в этом деле. Там очень много данных. Но суть ее в том, что все-таки как бы суть музыки это именно допамин, то есть, обмануть допаминовую систему и сделать так, чтобы чтобы она вам давала достаточную степень предсказуемости, чтобы как бы усупить ее. Вы знаете, что будет дальше, а потом, значит, внезапно удивить. И вот эти вот приемы обмана допаминовой системы, то есть, получения удовольствия фактически, с помощью музыки, они свои, вообще говоря, в каждой музыкальной культуре. Вот мы ездили там, скажем, в Якутске, и там, значит, вот якутская народная музыка, она, ну вот, совершенно, одну песню от другой мы просто отличить не можем. Вот. Но для якутов это совершенно разные песни, одни из них хорошие, другие там не очень, и так далее. у них вот такая культура, то есть, у них мозг натренирован на, значит, на определенные, значит, музыкальные там, ритмы там, или там, мелодии и так далее. А, соответственно, они не могут нашу классическую музыку слушать и не получают от нее удовольствия. Но от музыки, музыка чем обладает, каким преимуществом, что чем дольше ты ее слушаешь, тем больше получаешь удовольствия. Почему? Потому что тем больше у тебя куски, которые ты предсказываешь, ну, и тем, тем сильнее удивление, когда у тебя там, значит, переход от одной темы к другой теме. То есть, ну, это бесконечный источник удовольствия, фактически, музыка. Но ведь можно заслушать какую-нибудь песню до того момента, когда тебя на дне просто не начнет тошнить, верно? Да. Есть такое место. Все. Спасибо. Да. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты. Аплодисменты.